Всем привет! Меня зовут Егор, и если вы смотрите данное видео, значит вы уже не раз задавались вопросом, как можно увеличить свой прыжок. Мой личный рекорд прыжка в длину с места 335 см и 350 в яму с песком. Вертикальный прыжок на данный момент 122 см рекорд, но сейчас немножечко меньше, потому что я очень большой перерыв делал, не занимался. И именно вместе с вами я хотел бы сейчас вернуть свои 122 см вертикального прыжка и еще добавить до 140 см. Цифра, конечно, запредельная, но я хочу это сделать и думаю, что вместе с вами, с вашей поддержкой я смогу этого добиться. Собственно, о чем будет это видео? В данном видео я расскажу то, как я занимался до того, как дошел до 100 см своего вертикального прыжка, потому что до 100 см я занимался именно дома, на улице, не посещая никакого тренажерного зала. Я занимался в секции, поэтому у меня был тренер, может быть это мне еще очень сильно помогло, но никаких тяжестей я до, наверное, 22 лет не тягал. Поэтому до 22 лет я реально занимался, только благодаря там каким-то домашним тренировкам. Ну, были немножко, наверное, какие-то там такие читерские упражнения, которым все-таки нужны аксессуары, но их можно самому сделать из подручных средств. Прыжками я занимаюсь в 16 лет. В 16 лет я в первый раз забил, наверное, в баскетбольное кольцо сверху. Ну, не сильно чисто, и баскетбольное кольцо, наверное, было сантиметров 295, но именно тогда я понял, что, в принципе, я довольно-таки неплохо прыгаю для своего возраста, роста. Рост у меня 180... 180 сантиметров, нет, наверное, в 16 он был, наверное, где-то 175, сейчас 181-183. Где-то так, разные линейки, по-разному показывают. Вот. Получается, что в 16 лет я начал усиленно заниматься, прыжок в длину у меня был, наверное, порядка 3 метров. То есть так исторически сложилось, что прыгать я мог всегда, с детства. Но вот именно после 3 метров фактически прыжок не шел, я уже пошел на всякие хитрости, начал заниматься сам, искать какие-то упражнения, видеообучающие. Но 10 лет назад реально на ютубе не было ничего о прыжке. Вот просто сейчас попытайтесь поискать любое видео с давностью более 8-9 лет, вы ничего не найдете. То есть на ютубе 10 лет назад не было ничего. То есть реально я познавал все, исходя из опыта других людей. Тренер очень сильно мне помогал из легкой атлетики, то есть он действительно оставил мне прыжок. Единственное, что все, что он мне советовал, он советовал исходя из того, что он занимался именно легкой атлетикой. На самом деле, больше это, наверное, помочь могло именно в прыжке в длину с разбега. Но это было неинтересно мне, мне интересно было именно с места и вертикальный, ну так же с места, ну может быть с разбега, там с двух, с трех шагов. Поэтому перерост был, опыт колоссальный, так скажу, то есть спасибо тренеру. Но я не получил того, чего хотел. И в итоге с 16 лет где-то до 21 года я занимался фигней. Так скажу, я занимался всем, чем можно было заниматься. То есть я делал одно упражнение, смотрел от него эффект. Если болели ноги, значит вроде бы оно помогало. В итоге я по 3 месяца где-то экспериментировал абсолютно со всеми упражнениями. И вот за эти 5 лет я переэкспериментировал абсолютно, по-моему, со всем. И в итоге сейчас у меня есть вообще просто отличная схема, что нужно делать, что можно делать, что можно попробовать делать, что желательно делать и вообще как тренироваться. В итоге основными упражнениями у меня были выпады, приседания, пистолетик, лягушка. В предыдущем видео я уже показывал, то есть каким образом я именно делал лягушку. То есть это 10 прыжков в длину с места, то есть совершается прыжок на максимум. Желательно с замера, так скажу. То есть где-то чертится линия и с нее начинаешь совершать 10 прыжков в длину с места на свой максимум. То есть прыгнул, остановился, даже если немножечко ноги съехали назад, возвращаешься и прыгаешь так до 10 прыжков. В итоге обратно замеряешь стопами расстояние, которое прошел. На данный момент у меня где-то 118 стоп. Личный рекорд я сейчас не вспомню, но он был за 130 стоп. Это 100%, то есть 130 с чем-то у меня было, может быть даже там ближе к 140. Кроссовок у меня 31 см, можете сами посчитать, сколько в итоге это было. Ну и каждый раз, каждый прыжок надо вычитать по одному кроссовку. То есть итого это получается расстояние, пройденное за 10 прыжков на свой максимум. Это упражнение очень сильно поднимало именно прыжок в длину с места и развивало максимум прыжка. То есть совершая такое необычное упражнение, 10 прыжков, именно лягушка, 10 прыжков с места на свой максимум, я мог создать очень большой стресс своему организму. То есть мышцы на следующий день болели просто безумно. Я делал не один подход, я делал три, и иногда второй, третий был даже лучше, чем первый. То есть как будто бы я первый разогревался, хотя я все это делал обычно с очень хорошей разогревки. Ну вот, получается, 20-30 прыжки иногда бывали лучше даже, чем первые 10, хотя это должно быть наоборот. То есть вроде бы выложился, а дальше уже идешь уставший. Не совсем это так получалось. То есть в итоге одна-две стопы, бывала разница, ну тут уже дело техники. Вот. Обязательно выпады, причем выпады именно надо делать так, как тоже я уже показывал в своем предыдущем видео. Колено не должно заходить за носок ноги, впереди идущий, и вставать обязательно нужно, не помогая задней ногой. То есть вставать именно за счет ведущей ноги. Пистолетик, никто его не отменял, упражнение на одну ногу, но надо тоже обязательно быть внимательным, чтобы колено не выходило за носок. Быть максимально предельно осторожным, потому что у многих с коленями проблема. На самом деле у меня тоже, у меня колено сломано, но это никак не связано с прыжками. Играли в футбол, пнули в чашечку, раздробили. Колено болит, поэтому я вот сейчас сделал довольно-таки большой перерыв. Планирую восстановиться, вернуться вообще к тому, что имел. И стать еще даже лучше. Следующее упражнение это стульчик у стены. То есть каким образом стульчик делается, я думаю, все знают, кто не знает, погуглите. И, наверное, такой вот отличительной чертой именно для меня было то, что я качал икры всегда. То есть каким образом я это делал? В школе, наверное, как раз таки вот там в 10-11 классе я сидел за партой и фактически всегда за счет игр пытался приподняться на партой, ну, сидя за партой. То есть ногами пытался максимальный вес поднять за счет игр и сидел так, сколько было возможно. В маршрутке я всегда ездил на носочках. Всегда. То есть неважно там 5 минут, 50 минут, бывало и такое. Все это время я просто держался за любой поручень и стоял на носочках. Вот мне кажется, благодаря этому у меня именно передняя часть ноги, на надкоснице мышца, она очень сильно развита. Она, наверное, прибавляет процентов в 10 моего прыжка, поэтому для меня сейчас очень важно ее восстановить, а для вас очень важно ее накачать. Поэтому каждый день, не знаю, вот перед сном жил в общежитии, наверное, лет так 6 назад. Я каждый день перед сном делал 200 подъемов на носочке. Вечером, днем по возможности и утром делал 200 подъемов. То есть суммарно за день 500-600 выходило. Еще плюс мы ходим по лестницам, я всегда тоже хожу специфически. Вообще стараюсь ходить по лестницам и не ездить на лифте, потому что это лишнее. Лишний раз можно заставить работать свои ноги. Запомните основное правило, есть свободные 5 минут, нечем заняться, встаньте на носочки, покачайте их у стены. Сильно много времени и силы-то не отнимает, но очень хороший показатель в будущем. То есть давайте так, вот просто прыжок можно разделить процентно, да? То есть, наверное, 50% прыжка это сила квадрицепса. 25% это сила икр. И все остальные 25% мы можем здесь раскидать на руки, технику, там, глинастоп обязательно, кроссовки, руки, мах руками. То есть 25%, может быть даже больше, 30%. Ну, исходя из того, что у меня прыжок больше 100 см, эти 25% это 25 см и более. Поэтому, как бы, за каждый процент после, вот, наверное, 100 см ты уже начинаешь бороться. То есть ищешь то, где можно вот 1, 2, 3% зацепить, потому что от 120 см, там, 10% это 12. Хотя, казалось бы, там, ну, даже кроссовки могут 3-4 см прибавить, если они действительно удобны и легче, чем, там, те, которыми обычно пользовался. Вообще, я бы посоветовал, наверное, в максимально раннем возрасте начинать заниматься приседаниями. То есть я приседать начал в 21 год. И в 21 год я смог присесть сразу же. То есть, вот, первая моя тренировка была, первое посещение тренажерного зала у нас были, так сказать, отборы. Тот, кто сможет суммарно набрать, по-моему, 250 кг в трех упражнениях, приседания, жимы и тяга, того, того брали, в общем, заниматься бесплатно в секции от института. И вот в 21, я не помню сейчас точно, я присел сотку. С трудом, но присел. То есть сотку я сделал, при том, что я никогда не приседал со штангой. Ну, я свободно мог там с человеком ходить на плечах, но вот не было опыта. В итоге, сразу же, первый же раз я сделал 100 кг. После этого мне понравилось. Я начал приседать, и в итоге мой рекорд сейчас 165 кг на раз. 165. Мой вес на тот момент был 65 кг. 67,5 максимум. Я сейчас точно не вспомню, сейчас немножко побольше вешу. Но тогда я весил до 68 кг. Вот. Поэтому, если есть возможность купить, может быть, себе домой штангу. То сейчас у меня дома есть штанга, она разборная на 80 кг. Я с ней дома занимаюсь. Иногда я выхожу на улицу, занимаюсь у себя на районе. Люди, конечно, странно смотрят, но я думаю, со временем привыкнут. Но, как бы, куда деваться? Это всяко дешевле, чем, не знаю, ходить в тот же тренажерный зал каждый день. Да не всегда это удобно. Утром вышел, позанимался. Если вечером есть время, вечером вышел. В выходные можно выйти. Вот, если найду еще единомышленников, буду еще и с кем-то заниматься. Потому что тяжело иногда выйти на улицу с полтинником, отзаниматься час, и обратно с этим полтинником вернуться. Еще если на 16 этаж попробовать пешочком. Это хорошая, так сказать, заминочка, забивочка. Вот. В итоге, если вам сейчас, не знаю, там, 13-14 лет, можете попробовать начать хотя бы с гантелями делать выпады, приседания. То есть, чтобы ноги уже начинали понимать, чувствовать вес. Если бы я, наверное, начал лет в 16 заниматься, ну, 140 сантиметров я точно бы к 25 сделал. Если не больше. То есть, на данный момент, вообще, мой показатель, я смог головой достать баскетбольное кольцо. Единственное кольцо, наверное, было 302 или 303 сантиметра. Мы как-то смотрели, оно, по-моему, загнуто. Но в тот день, когда я задел, я его не мерил, а после этого заметил, что оно загнуто. Так что, либо 305, либо 303 было сантиметра. Исходя из того, что у меня рост 180... 181-183 сантиметра, так что вертикальный 120-122. Собственно, на этом где-то сейчас и остановился. Также, очень важный момент, это максимально много прыгать. Когда я занимался в легкой атлетике, мне тренер сказал, что я в день должен совершать тысячу прыжков. Тысячу. Это, на самом деле, выполнимо, но это очень много. То есть, если еще и понимать, что, может быть, там какие-то травмы или у кого-то с коленями тяжело... В общем, к этому надо настолько осторожно подходить, что перед тем, как сделать тысячу прыжков, надо час где-то разминаться. Причем час разминать не мышцы, а суставы. Потом совершать, пытаться совершить тысячу прыжков, я, понятно, что не в первый день к ней пришел. Изначально я делал не больше 200 прыжков в день, даже при условии, что у меня была там прыжковая тренировка. В общем, надо к этому прийти со временем. Но идеально прийти к тысяче прыжков, к тысяче прыжкам в день. Это много, но куда деваться. Как бы, если вы хотите прыгать, как я, 120-140 см, надо делать то, чего не делают другие. То есть, тысячу я делал, поэтому, наверное, мне сейчас надо делать еще больше, если я хочу получить еще лучший эффект. Еще момент. То есть, каким образом я вообще тренировался в то время, 10 лет назад, когда не было Ютуба, не было никаких в России прыгунов, таких известных, которые делились своими секретами. То есть, были обычные люди, которые могли просто сказать, вот там, я знаю, я видел. И все, на самом деле, я искал, наверное, в тот момент еще в книжках, в статьях. Да, интернета тогда не было, 10 лет назад. Как вы видите? Вообще, по какому плану я тренировался, когда мне было 16 лет? То есть, я приходил на тренировку, разминался. Это святое. Разминка, она обязательно. Потому что, чем дальше вы будете тренироваться, чем больше вы будете иметь силы в ногах, тем выше вероятность получить травму. То есть, если я сейчас, ну, образно говоря, могу присесть, там, 160, толкаю ногами, 400. Просто, если я попытаюсь без разминки просто на максимум прыгнуть раз 10, мне кажется, я сломаю себе колени. То есть, колени в холодном состоянии, особенно связки, они просто не выдержат той нагрузки, которую я могу создать собственными мышцами. Потому что их сейчас очень много. Поэтому, чем больше сила, тем больше нужна разминка и обязательно нужна заминка. То есть, никогда не забывайте этого и делайте это обязательно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!